Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня я вам расскажу о том, как же раки выполняют ЛБЗ. Даже не так, вообще, как же раки играют. То есть, все мы с вами играем более-менее нормально. Я там играю чуть лучше, вы чуть хуже, кто-то еще лучше меня. Но в целом, нас, конечно, удивляет случай, когда какой-нибудь там 45% рачок приходит ко мне в группу ВКонтакте и выкладывает нагиб там с Колобановым, с 5000 рона, там с какими-то невероятными медальками. И мы думаем, как? Как это возможно? Блин, у меня не всегда так получается, а он набил это все, все это сделал, там набил кучу медалей. Как? У него уже там 45% побед. Как у него это получилось? И вот, ребята, в воскресенье вечером, перед моим голдовым стримом по ЛБЗ, я действительно понял, как это возможно. А знаете почему? А потому что есть три вещи, которые нужны. Ну, для вот такого вот нагиба, если ты 45% рак. Это отличный танк, это ВБР и это еще худшие раки. И вот, ребятки, я выехал в рэндом. Мне, на самом деле, где-то за 10 минут до стрима надо было проверить FPS в игре, просто разок скататься. А у меня как раз были еще не начатые ЛБЗ на тяжелых танках. Вот. И я хотел просто проверить, посмотреть, что там как туда-сюда обратно, но ни в коем случае ЛБЗ не выполнять. И вот я выехал, смотрю на свой FPS. Ну, вроде так, ничего так, да, все вот с подстримом нормально, нагрузочку хорошо, компьютер держит. Поеду-ка я сольюсь куда-нибудь, потому что по условиям ЛБЗ мне можно было дамажить, но убивать никого нельзя было. То есть, поэтому я решил, что фулл голда, пресс-аккаунт, вот, пойду постреляю, постреляю, а потом где-нибудь и сольюсь. Ну, чтобы ЛБЗшка первая осталась. Но не все так, ребятки, оказалось просто. Вот я выцеливаю Т-34-3. В принципе, стреляю как самый настоящий рак. Врывается там где-то Тайп 59, что-то происходит, где-то, где-то какие-то, не знаю, кровь, кишки по стенам размазывают наши союзники и противники. Ну, а я в топе сижу на болоте. Ну, вы понимаете, да, что это такое. Это реальное рокование. Вот, решил я не обращать внимания на наших союзников, которые там страдают под пятью танками. Ну, зачем, действительно, зачем туда ехать, зачем кому-то помогать. У меня свой геймплей. Я вот в данном бою хотел повести себя как 45-процентный. Зачем мне куда-то ехать? Лучше я поеду на базу к врагам и там умру. То есть, вот я реально хотел просто поехать на базу к врагам и никого не убивать, и ничего не делать, просто слиться. Потому что, как вы знаете, убивать не было никого. Нельзя. Потому что выполнилось бы ЛБЗ-ТТ. А там условие такое, что ты убил одного врага и сразу его выполнил. А это плохо. Стреляем в Свертухана, не попадаем, все нормально. Тут и ФКшный ЯКПЗ. И с первой стоковый, вот, в принципе, мой такой же красный собрат, как я и сам. Выезжаем, даем домашку. Все, больше в него стрелять нельзя. Все, ребятки, все, один раз стрельнули, там, тысяча домашки получили, свои 45% почухали и едем дальше. Тут ИС. Выкатываюсь на ИСа, выцеливаю его лючок, он меня не пробивает, потому что стоковый. Ну, ничего страшного, я еду дальше. Зачем он мне вообще нужен? Господи, какой-то ИС там, поеду, поеду лучше куда-нибудь туда дальше. То есть, еще домашка, отлично у него стоит за 393 и вот, все, ребят. Нельзя дальше стрелять. Он попадает мне в гуслю, но мы не обращаем на него внимания. Ребятки, у нас сейчас 45% побед, все нормально. Ай-яй-яй-яй-яй, как больно. А тут Яга, смотрите. И Яга не попадает, и я не попадаю. Точнее, я вообще не попадаю. А Яга попадает только чуть-чуть там где-то вдоль брони. Но Яга-то уже, наверное, более опытный игрок, да, чем из первой стоковой. Она уже должна что-то делать. 410 выходит, и 440 там остается. Но я ее дальше, дальше, а тут артиллерия. И вот тут, ребята, меня настигло просто... Короче, я не смог удержаться. Я убил Арту. Я никого не хотел в этом бою убивать, но Арту я убил. И посмотрите, что дальше происходит. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, посмотрите. Я уже понимаю, что я Арту убил. Я уже понимаю, что ЛБЗ я выполнил. Что стрим чутка зафейлин. Меня расстреливают со всех сторон. Посмотрите, сзади Насхорн пытается меня расстрелять. Смотрите, спереди ИС не пробивает. Рикошет Насхорн, не пробитие Экпантеры. Рикошет Насхорн, не пробитие Экпантеры, не пробитие ИСа, не пробитие... Опять Насхорн не пробитие, не пробитие Экпантеры, не пробитие Насхорн, не пробитие Рикошет. Ёппарасатет, и мать твою за ногу. Что ж ты меня не пробиваешь, братюня? У тебя же там где-то хотя бы 150 пробитий есть. Ну, жопу-то пробей. Нет, Насхорн опять. И это... Это... 4 фрага. И я еще жив, господи. Я ещё жив, ребята Вот такой эпик Вы же понимаете, что я специально играл как рак, да? Вот на пресс-аккаунте, специально выехать Слатил порт-эст и там, типа, тыры-пыры Я не хотел выполнять ЛБЦ, но я увидел артиллерию И я не смог сдержаться Коричневый, коричневый туман Застлал мне мозг и я просто выстрелил Потому что, когда я вижу арту, я понимаю Только одно, кровь, 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 кровь Убивать, убивать, расчленять Ну и всё такое прочее, вот, ребятки И, ну что самое удивительное Я выжил, я всех убил Я нанёс 4000 урона на ИСЕ 6 Вот, играя как полный рак Я победил в этом бою Получил 2000 опыта Стальную стену, основной калибр Первую степень Я не знаю, о чём вообще дальше говорить В общем, теперь вы понимаете, ребятки Теперь вы понимаете, как раки делают такие бои Они на самом деле их не делают Это просто такое невероятное стечение обстоятельств Что ты потом просто смотришь и поражаешься Какие, какой автор рак Да, реплея, или какой рак те, кто против него играли Вот такие вот ребята иногда весёлые бои Бывают в рендоме Иногда ты хочешь затащить, но у тебя ничего не получается Потому что, ну, не летит снаряд Да, а иногда ты не хочешь тащить Ты просто едешь вперёд и нубишь Но у врагов не летит снаряд И вот хрен он знает, что вообще с этим делать И как победить ВБРа И починить его своей воле Наверное, это невозможно На этом, ребята, у меня всё Всем спасибо, всем пока Жмите лайк Подписывайтесь на канал И пишите в комментах Нравятся ли вам такие необычные И просто безумные бои Если да, я буду стараться выкладывать побольше Чао-какао Субтитры подогнал «Симон»